Курск Сити. 20 лет. Работаем для вас. В Курском государственном музыкальном колледже-интернате для слепых прошли плановые пожарно-тактические учения. По легенде учений, в результате нарушения правил пожарной безопасности произошло возгорание на балконе третьего этажа актового зала. Образовалось сильное задымление в зданиях учебного и спального корпусов, соединенных переходом. Персонал объекта, обнаружив пожар, незамедлительно сообщил о происшествии в службу спасения и приступил к эвакуации работников и студентов. Через несколько минут на место условного пожара прибыли огнеборцы второй пожарно-спасательной части. Площадь распространения огня к тому времени составила 60 квадратных метров. Огнем и дымом от выхода в безопасную зону условно оказались отрезаны 5 человек из числа сотрудников и воспитанников интерната. Для поиска возможных пострадавших было сформировано 4 звена газодымозащитной службы. Здесь находится до 110 человек, из них 90 детей больных, которые здесь проживают. В зависимости от времени дня и ночи количество людей варьируется. Сложность в том, что есть планировка сложная, большие коридоры, удаленность. И во-вторых, это дети, которые имеют ограничение по зрению. То есть они сами выйти имеют сложности, покинут здание. В процессе работы одного звена газодымозащитника условно закончился воздух в баллонах. Они запросили эвакуацию. Другое спасательное звено пришло на выручку коллегам. Вместе они успешно продолжили поиски людей. Силами огнеборцев, а также специалистами аварийно-спасательной службы Курской области все пострадавшие были выведены на свежий воздух с помощью спасательных устройств и переданы в руки медикам. Всего же в практических действиях было задействовано 10 единиц техники и более 40 человек личного состава Курского пожарно-спасательного гарнизона. Результаты учения ценены специалистами на хорошо. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.